Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная! Как избавиться от радикулита в домашних условиях, часть 2. Народные методики имеют много преимуществ, так как они отличаются простотой в применении и доступностью. Кроме того, эти средства относительно безопасны и зачастую не приносят никакого вреда. Очень важно правильно подходить к вопросу проведения терапии. В любом случае, перед применением народных средств терапии обязательно нужно посетить доктора, который определит возможность их использования и порекомендует, что лучше всего подойдет для устранения имеющейся симптоматики. Компрессы. Народное лечение радикулита еще предполагает применение компрессов. Однако, стоит помнить, что нельзя использовать их при наличии ожога, гнойного воспаления или травмы кожи. Гончарную глину перемешать с винным уксусом в соотношении 1 к 2. Сделать компресс на пораженную область и оставить его на 2 часа. Вымыть тщательно свеклу, потереть на мелкой или средней терке, добавить 1 столовую ложку керосина и все тщательно перемешать. Полученное средство завернуть в несколько слоев ткани и приложить к пораженному месту. Хорошо устранять симптомы поясничного радикулита лечения народными средствами путем применения компрессов со жгучими лекарствами. Взять в равных пропорциях сок хрена и воды, все хорошо размешать и затем втирать целебную смесь в пораженную область, сверху укутать теплым одеялом. Поможет справиться с болями при радикулите пояснично-крестцового отдела лечения народными средствами, приготовленными на основе морской соли. Смешать 1 столовую ложку мелкой морской соли с 1 столовой ложкой меда и добавить в смесь 30 мл воды. Нанести готовое средство перед сном на поясничную область, накрыть пленкой и обернуть все шерстяным платком. Повторять процедуру до того времени, пока не наступит улучшение. Бодяга и камфора Бодягой и камфорой можно на долгое время избавиться от болей в пояснице, вызванных радикулитом. 3 чайных ложки порошкообразной бодяги необходимо смешать с таким же количеством камфоры. Добавьте получившуюся смесь в пол-литра коровьего масла. Поставьте раствор на огонь, доведите до кипения, после чего можно снимать с плиты. Получившуюся жидкость можно применять как растирку от радикулита и делать из нее компрессы на ночь. Компресс с капустным листом Терапия радикулита поясничного отдела капустой является распространенной практикой. Действенный рецепт можно приготовить с помощью меда, уксуса и капустных листьев. Одну столовую ложку жидкого меда смешайте с таким же количеством уксуса. Полученную смесь выложите на капустный лист, который следует приложить к пояснице. По истечении 20 минут остатки смеси смойте теплой водой. Можно также прикладывать к пораженному месту черную редьку и чеснок. Но стоит помнить, что при появлении сильного жжения или раздражения нужно сразу же снимать компрессы, так как есть риск получения ожогов. В качестве компрессов рекомендуется сок черной редьки. Прикладывать к пораженной области его желательно на 2-3 дня. Чеснок Для создания чесночной мази от радикулита возьмите 6 крупных головок чеснока. Залейте их литром очищенной воды, поставьте чеснок на огонь. Доведите его до кипения и кипятите чеснок около 1 минуты. После этого извлеките головки чеснока из воды. Размягченный чеснок необходимо довести до кашеобразного состояния. Для этого его следует растолочь в ступке. Следите за тем, чтобы получилась однородная консистенция без комков и уплотнений. Эту мазь положите вдоль сложенного вдвое хлопчатобумажного полотенца. Положив данный компресс на болевую точку, накройтесь теплым одеялом и полежите так около часа. Хорошо помогает справиться с болезненностью валериана. Для этого нужно в блюдце налить настойку, смочить в ней марлю и приложить на пораженную область. Экстракт шалфея разбавить водой 1 к 5 или приготовить довольно крепкий отвар из этого растения. Поставить в морозилку. Потом льдом натирать пораженное место. Можно также применять горчичники, которые помогают устранить болезненность и воспаление. Лечение листьями хрена Широко практикуется метод лечения радикулита листьями хрена. Для этого идут в ход свежие и тщательно вымытые листья. Положите их на больное место, причем не стоит скупиться. Пусть слой листьев хрена будет достаточно толстым. После этого накройтесь теплым ватным одеялом и пролежите так около 40 минут. Наверняка вы почувствуете после сеанса, как боль утихла и уже перестает быть такой интенсивной. Но чтобы добиться максимального результата и убрать болевые ощущения на длительный промежуток времени, рекомендуется после сеанса с листьями хрена намазать больное место какой-либо мазью от болезни. Ее можно как приготовить самостоятельно, так и приобрести в любой аптеке. Настойка мухомора Настойкой мухомора можно также успешно вылечить радикулит грудного отдела. Для приготовления настойки вам понадобятся несколько небольших грибов-мухоморов. Их необходимо тщательно промыть, после чего срезать шляпки грибов. Настойка будет готовиться непосредственно из шляпок, поэтому их необходимо подвергнуть засушиванию. Просто оставьте шляпки мухоморов на пару дней в темном и прохладном месте. После этого их нужно мелко нарезать и залить крепкой водкой. При этом водка должна выступать над грибами примерно на 1 см. Оставьте смесь настояться 14 дней, после чего втирайте ее в больное место при первых признаках боли. На болезненное место многие прикладывают натертый сырой картофель, который также хорошо справляется с болезненными ощущениями. Можно также тертую сырую картошку смешать с бензином и положить кашицу на пораженную область на 10-20 минут. Затем убрать компресс, протереть поясницу маслом и хорошо укутать спину. Отварить 5 небольших клубней картофеля вместе с кожурой, измельчить вилкой или с помощью блендера. Полученное пюре нанести на чистую ткань и приложить к больному месту. Сверху укутать теплой тканью и обеспечить полную статичность. Повторять 3 раза в течение дня. Луковица-целительница Среднюю луковицу очистить от кожуры и разрезать пополам. Круговыми движениями массировать спину или шею на протяжении 15-20 минут. Повторять процедуру каждые 2 часа. Теплые листья капусты От качана капусты отделить 5 средних листов. Опустить их в кипящую воду на 6 минут. Далее вынуть, слегка остудить и приложить к больному месту. Сверху закутать махровым полотенцем. По мере остывания менять листья. Один сеанс 30 минут. В день необходимо сделать минимум 3 сеанса. На третий день обычно наступает облегчение. Компресс из хмеля. Листья и стебли хмеля сварить в небольшой кастрюле. Затем достать из нее шумовкой и обернуть в марлю. Приложите компресс к спине и укройте шерстяным изделием. В этом случае лечебный пояс будет как нельзя кстати. Чем выше температура при парке, тем эффективнее. Тем не менее, нельзя прикладывать слишком горячие листья во избежание ожога. Уксус и розмарин. В старинных книгах русских знахарей можно найти очень необычный, но при этом полезный рецепт устранения болезненности при радикулите. Для этого берут пучок розмарина 10-15 средних веточек и опускают в кипящую воду на 10 минут. Над паром, образовавшимся в кастрюле, помещают хлопчатобумажную ткань. Как только полотно стало влажным, его смачивают разбавленным водой 9% уксусом, разбавляют один к одному и прикладывают к очагу воспаления. Подержав компресс 10-15 минут, необходимо с силой растереть спину до небольшого покраснения кожи. Процедура проводится один раз в день на протяжении 4 дней. Мази При лечении радикулита народными средствами в домашних условиях широко применяют лечебные мази. Для их приготовления нужно 4 столовые ложки листьев окопника мелко порубить, добавить 50 мл оливкового масла и 1,4 столовой ложки растопленного натурального меда. Использовать для компрессов. Мазь нужно в теплом виде накладывать на болезненные области. Компресс нужно оставлять на 12-14 часов. Хранить средства в холодильнике. Для приготовления медовой мази перемешать 70 мл сока алоэ, 150 г меда и 200 мл водки. Прикладывать к болезненной области на ночь, а утром принять душ. Курс проведения терапии составляет 7-9 дней. Взять 2 г мумиё и тщательно растереть его с 2 г меда. Наносить приготовленную мазь на болезненное место, а затем дополнительно сделать согревающий компресс. Курс терапии составляет 6-7 дней. Средства для приема внутрь. Все эти травы можно найти в аптеке в сушеном виде. Пропорции можно менять в зависимости от количества воды. Мы будем делать 1 литр целебного отвара. Для этого понадобится 2 столовые ложки тимьяна, пучок крапивы и душицы. Прокипятить 5 минут и дать настояться около 1 часа. Принимать как при обострении, так и для профилактики. При болях 2 стакана в день, для тонуса 1 стакан. Вино из редьки. Для приготовления целебного напитка необходим 1 небольшой корнеплод свежей редьки. Овощ измельчить кубиками и добавить 450 г белого вина. Настоять в темном холодном месте в течение месяца. Через месяц напиток процедить и принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день после еды. Курс лечения 7 дней. Чай для облегчения боли. Нагреть воду примерно до 90 градусов. Сбавить огонь на минимум и добавить щепотку анисовых семян, листьев майорана, мяты и веточку розмарина. Прокипятить в течение 5 минут. Остудить до комнатной температуры и принимать по 200 мл 2 раза в день. Отвар из ивы. Ива содержит большое количество солицина, который благотворно влияет на нервную систему и облегчает процессы восстановления. Огромное количество этого полезного вещества содержится именно в коре ивового дерева. Поэтому целесообразнее будет использовать в приготовлении отвара не листья, а именно кору или веточки ивы. На 1 литр понадобится небольшой кусочек, примерно размером с ладошку, коры или 3-4 маленьких веточки. Прокипятить их в чистой воде 15 минут и принимать по 1 стакану каждый день. Очень хороший результат оказывают отвары и настои при лечении радикулита. Они помогают устранить воспаление, вывести токсические вещества и нормализовать кровообращение. Взять 1 столовую ложку листьев и почек осины, добавить 250 мл кипятка. Накрыть емкость плотно крышкой, дать постоять 1 час. А затем пить по 2 столовые ложки ежедневно по 5-6 раз. Можно также высушить кору осины, измельчить в кофемолке, затем долить воду в соотношении 1 к 20, и подержать на паровой бане на протяжении 30 минут. Принимать лечебное средство нужно по 2 столовые ложки ежедневно по 3 раза. Хорошо устраняет боль чабрец. Для этого 1 столовую ложку травы необходимо тщательно измельчить, добавить 250 мл кипятка, оставить смесь настаиваться примерно на 1 час. Затем принимать лечебное средство за 30 минут до потребления пищи по 1 столовой ложке ежедневно по 3 раза. Для приема внутрь хорошо подходит настойка корней белой кувшинки, девесила и желтой кубышки. Нужно взять по 1 столовой ложке каждого растения, залить растительную смесь 500 мл водки, поставить ее в затемненное место на 9-10 дней. Затем готовое средство пить по 1 столовой ложке за 20 минут до потребления пищи 3 раза ежедневно. В качестве общеукрепляющего средства, а также для очищения крови и нормализации обменных процессов, рекомендуется потреблять натуральный березовый сок. Рекомендуемая дозировка составляет 200 мл. Пить сок нужно по 3 раза ежедневно за 30 минут до потребления пищи 10-14 дней. Затем терапевтический курс нужно прекратить. При хронической форме заболевания хороший эффект оказывает настой петрушки. Корень растения нужно очистить, а зелень хорошо промыть. Сырье следует измельчить на мясорубке. Стакан кашицы помещают в стеклянную банку и заливают пол-литрами кипятка. Сверху емкость закрывают полотенцем и оставляют на ночь. Утром настой процеживают и добавляют сок одного лимона. Средство нужно выпить за 2 дня. Затем сделать недельный перерыв и повторить прием. Курс лечения должен длиться 2 месяца. Для борьбы с радикулитом, ревматизмом и отложениями солей рекомендуется применять настойку коры Барбариса. Для этого нужно 25 г сухой тщательно перетертой коры залить 100 мл спирта и оставить настаиваться на 10-12 дней в темном сухом месте. Затем пить по 30 капель целебного средства 3 раза в сутки ежедневно. Правильное питание Диетическое питание – одна из главных основ комплексного лечения радикулита. Рацион питания обязательно должен быть сбалансированным, состоять преимущественно из сырых овощей. Каждое утро больному рекомендуется съедать несколько зубчиков чеснока. Для утоления жажды и получения важных витаминов можно пить отвар из шиповника. Первый шаг при лечении радикулита в домашних условиях – организация правильного режима питания. Полноценная диета является неотъемлемой и особенно важной частью лечебного комплекса. Прием разнообразных лекарственных препаратов и средств альтернативной медицины не помогут получить эффективного результата при условии нарушения основных правил здорового питания. Для восстановления хрящевой ткани, стимуляции процессов регенерации и метаболизма рекомендуется соблюдать следующие правила диетического питания как в рамках лечения радикулита, так и для профилактики данного заболевания. Свежие фрукты и овощи, богатые растительной клетчаткой. Капуста, морковь, все виды ягод, цитрусовые фрукты. Нельзя жиры животного происхождения. Употреблять их, в том числе сливочное масло, можно в ограниченных количествах. Для получения процессов пищеварения и обмена веществ рекомендуется пить больше простой чистой воды. Молочная и кисломолочная продукция низкого процентной жирности. Нельзя напитки, в состав которых входит алкоголь. Следует исключить или ограничить черный чай и кофе в рационе. Бобовые и злаковые культуры. Овсяная, рисовая, перловая, гречневая крупы. Нельзя сладости, любые кондитерские изделия, выпечка. Необходимо готовить пищу посредством запекания, варки или тушения. Цельнозерновой хлеб. Хлеб из муки грубого помола. Нельзя макаронные изделия из муки высших сортов. Не следует обжаривать продукты в большом количестве масла. Компоты из шиповника, сухофруктов, свежих ягод и фруктов. Нельзя. Копчености, пряности, соленья, маринады, консервация. Есть следует малыми порциями, но не реже одного раза в 2-3 часа. Натуральные желе из студни домашнего приготовления, в состав которых входит агар-агар. Нельзя. Колбасные изделия и блюда быстрого приготовления. Полуфабрикаты, фастфуд. Для улучшения пищеварения рекомендуется есть овощи и фрукты в свежем виде. Растительное масло, оливковое, льняное, подсолнечное. Нельзя специи, пряности, сахар и соль в больших количествах. Между основными приемами пищи не рекомендуется перекусывать. Постное мясо любых сортов, морепродукты, жирная морская рыба, икра. Нельзя жирное мясо, а также бульоны, приготовленные на его основе. Есть необходимо так, чтобы оставалось небольшое чувство голода. К числу причин, способствующих развитию радикулита, относится также избыточная масса тела. Больным страдающим ожирением необходимо снизить уровень суточной калорийности. В качестве же общих рекомендаций можно также назвать необходимость уменьшения объема потребляемой соли. Такая мера поможет вывести из организма вредные солевые отложения и способствовать восстановлению хрящевых тканей. Проведение профилактики. Очень важно проводить профилактические мероприятия, которые помогут предотвратить развитие болезни или сократить количество рецидивов. К мерам профилактики нужно отнести Ограничение физических нагрузок Исключение стрессов и переохлаждения Укрепление иммунитета Регулярное проведение тепловых процедур Соблюдение правильной осанки Обеспечение максимально комфортных условий для сна При первичном приступе или рецидиве важно ограничить физическую активность и обеспечить покой, а также проводить растирания против воспалительными и обезболивающими мазями. Дальнейшее лечение проводится только после консультации с доктором. В реабилитационный период дополнительными оздоровительными приемами будет служить лечебная гимнастика, специально подобранные упражнения которой разрабатываются для каждого отдела позвоночника, пораженного радикулитом. Основными задачами терапии является укрепление мышц, нормализация кровообращения, а также восстановление нервных импульсов. Многие народные средства очень хорошо помогают при радикулите, однако не стоит их использовать в качестве основной методики – они способны значительно облегчить жизнь больного в период ремиссии. Возможные противопоказания При ярко выраженных симптомах радикулита лечение народными средствами строго противопоказано, так как это может только навредить пациенту. Кроме того, существует также ряд других противопоказаний, которые необходимо учитывать. Специалисты не рекомендуют заниматься домашним лечением, если радикулит развился на фоне сколиозных деформаций, мышечного миозита, инфекционных или онкологических патологий. Кроме того, противопоказано применять народные методики, если болезнь возникла в результате протекания дистрофических процессов, если причиной заболевания стали переломы или травмы. Если, несмотря на медикаментозную терапию и лечение народными методами, состояние пациента не улучшается, боль не утихает, а двигательная активность не восстанавливается или появляются дополнительные симптомы, необходимо обратиться за консультацией к врачу. Будьте здоровы!